Привет, друзья, подписчики, и привет всем. Когда приближается время техосмотра, многие настораживаются вопросом, как легко и без проблем пройти техосмотр. Об этом теме у меня есть видео, где я задел многие важные вопросы, на что лучше обратить внимание перед техосмотром. И тут не буду все пересказывать. Рекомендую всем посмотреть. Ссылку оставлю ниже. Сегодня я прошел очередной техосмотр, и хочу обратить ваше внимание на основные моменты. Машина у меня 2009 года. С ней все в порядке. Как только что замечаю, сразу в ремонт. Двигатель, коробка, ходовые части, и все работает нормально. Но скажу, что все-таки волноваться. Конечно, там все проверяют об состоянии машины. И если какую-то неполадку найдут, на техучет машину не поставят. И попросят в течение какого-то времени устранить неполадку. С этим у нас все строго. Но все согласятся, что самый важный момент, который волнует автовладельцам, это будет ли соответствовать ЦЕО с допустимым нормативом. Все мы знаем, что почти любую неполадку можно легко устранить. Но если выхлоп не соответствует заданным критериям, устранить такую неполадку с большой вероятностью связано с серьезными затратами. И найти причину иногда трудно. Сейчас я покажу три моих учета техосмотра. Первый примерно двух с половиной года давности. Второй один год давности. И третий сегодняшний. Как мы видим, в первом выхлоп ЦЕО соответствует нормам. Машина тогда у меня была новоприобретенным. И на этом тогда не особо обращал внимания. Допустимые нормативы по выхлопу тогда у нас было 0,8. На холостых оборотах тогда значение ЦЕО у меня было 0, а на высоких оборотах 0,29. И все это соответствовало допустимым значениям. Критические значения у меня были в прошлом году. Тогда мне пришлось срочно в экстренном режиме поставить машину на техучет. Двигатель иногда потраивал и были пропуски в цилиндрах. Выхлоп ЦЕО все равно оказался в допустимых значениях. В прошлом году допустимые значения по нормативам было на больших оборотах до 0,7. Как подчеты видно, на холостых оборотах реально у меня было 0,03. И на больших оборотах было 0,7. Техосмотр прошел еще чуточку, и мне пришлось бы в экстренном режиме искать причину повышенного значения углекислого выхлопа. Сами согласитесь, что если вы пришли непотолковому мастеру, пришлось бы много денег затратить, чтобы выявить и устранить причину, чтобы через некоторое время потом заново съездить на повторном техосмотре. Ну ладно, подумал я тогда и заинтересовался этим вопросом. Читал много форумов, изучал теорию об новых двигателях, и наконец-то мне удалось более или менее разобраться в этом вопросе. Ну и вот в этом третьем учете вы видите мои успехи. Сегодня на техосмотре на холостых и на больших оборотах значение CO у меня было 0. Вот смотрите, ребята. И, кстати, в этом году у нас норма допустимого значения была уже 0,6. И, как вы заметили, каждый год эту норму у нас уменьшают. В будущем году говорят, что будет 0,5, допустимая норма на больших оборотах. И этот вопрос настораживает всех. Смотрим подчеты. Значение ламбда почти идеальное. Почти единица. Это говорит о том, что выхлоп тоже должна в нормах. Кому интересно, как это мне удалось, внизу оставлю ссылки на видео. Не волнуйтесь. Видео короткое, и там есть вопросы теоретические и практические. Что такое вообще современный двигатель? Принцип ее работы. Как прочитать и установить, что в двигателе имеется какая-то проблема и так далее. Вы можете посмотреть в моих видео. Как только я более или менее разобрался тогда в этих вопросах, мною с помощью сканера OBD2 было установлено, что в камеры сгорания моего двигателя попадает больше воздуха, чем это положено. И это не нравится бортовому компьютеру в машине. Откуда излишний воздух? Значит, есть подсос. Если есть подсос, то есть портовой компьютер старается отрегулировать соотношение воздуха и бензина в камере сгорания. И вот из-за этого получается, что машина жрет больше бензина, чем это полагается. И, соответственно, выхлоп тоже ухудшается. Конечно, причин повышенного СО много. Но, как я обратил внимание, моя машина и экология страдали именно из-за лишнего, неучтенного воздуха в двигателе. Короче, кто хочет разобраться в этих вопросах, как с помощью диагноза выявить, в чем причина, и как в практике потом искать причину этой причины, смотрите мои видео, ссылки на которые будут в описании этого видео. Ну и хочу, друзья, попрощаться до выхода нового видео на канале. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, комментируйте. И спасибо всем за внимание. Удачи всем и всем легкого техосмотра. Субтитры сделал DimaTorzok